Заголовки, конечно, важнее, чем превью картинки на Яндекс.Дзен. Вот вы попробуете разместить какую-нибудь статью совершенно без картинки, без превьюшки, и, скорее всего, у неё не будет вообще даже ни показов, ни дочитываний. В общем, понятное дело, что статья без картинки — это точно плохо, но есть такие картинки, которые, вставляя в свои статьи, вы им совершенно точно не помогаете, а может даже в какой-то мере и вредите. В сегодняшнем видео будем как раз говорить о таких картинках, которые не стоит вставлять на свой канал, на свои статьи на Яндекс.Дзене. А это Кретов. Подписывайтесь на мой канал, ставьте «нравится» и мы начинаем. В общем, плохих вариантов картинок может быть только два. Первый — они не нравятся алгоритму, второй — они не нравятся пользователям, читателям, которые заходят на ваш канал и пытаются посмотреть ваши статьи. Итак, давайте начнем с тех, которые могут не нравиться алгоритму. Первый вариант — если вы фотографируете на свой фотоаппарат, даже на свой телефон, потом просто через провод скачиваете эти картинки, размещаете их в своих статьях, то всё нормально. Но некоторые делают не совсем так. То есть они фотографируют, может быть, на свой телефон, потом берут эту картинку, отправляют её через мессенджеры, тот же WhatsApp, самому себе, возможно, или там друзьям как-то, пересылают их, пересохраняют 10 раз. И потом, допустим, через мессенджеры, через тот же WhatsApp скачивают, сохраняют её, размещают в своей статье. И это не очень хорошо. Сейчас объясню, почему это не очень хорошо. Дело в том, что в любом снимке, любой картинке есть дополнительная информация. На фотографии, по-моему, это называется Exif. Я не очень хорошо разбираюсь в этих названиях, но тем не менее. Так вот, из этой дополнительной информации, из любой картинки, из любой фотографии, можно узнать, где был сделан этот снимок. Там очень много параметров, на самом деле. Вплоть до координат, на какой фотоаппарат была снята эта картинка, с какого расстояния, какие настройки стояли, и очень много чего можно узнать. Так вот, многие мобильные приложения, многие мобильные сервисы, они обрезают эту информацию. Файл становится намного проще, намного легче, но вот эта информация исчезает. Почему это плохо? Как бы сейчас сразу оговорить, что то, что я сейчас говорю, это мое личное мнение, я так считаю. Это не истина в последней инстанции. Можете быть с ней не согласны, но тем не менее. Яндекс.Дзен любит уникальные картинки, которые сделаны лично вами. Если в файле хранится информация, что это такой-то, такой-то файл, снят там-то, там-то, и этого файла больше нигде в сети нет, то есть этой фотографии вы ее ниоткуда не скачали, он видит, что это уникальный, о нем есть информация, то он воспринимает этот файл очень хорошо и продвигает вашу статью. Если о файле нет вообще никакой информации, если неизвестно, откуда он взят, он легкий, не очень хорошего качества, то статья, то есть вот эта вот фотография, она не будет так же цениться, и статья, соответственно, хуже будет продвигаться. Как пример, можно взять скриншоты из видео, то есть на printscreen, когда вы нажимаете в каких-то видео, вы думаете, что это уникальная фотография, но к этой фотографии не прилагается никакой дополнительной информации, то есть нету нигде она сфотографирована, ничего она из себя представляет, и поэтому скриншоты на Яндекс.Зен продвигаются как бы намного хуже, чем уникальные полноценные фотографии, которые вы сделали сами. Понятное дело, что эту информацию можно подделать, даже специальные программы существуют, которые помогают там изменять ее, добавлять эту информацию, но я сомневаюсь, что каждый автор, во-первых, будет специально добавлять эту информацию, постоянно редактировать каждый снимок, ну, никто этого делать не будет, как бы, плюс влияние этой дополнительной информации на Яндекс.Зен никак не доказано, это просто мое личное предположение, тем не менее, поскольку вы смотрите это видео, то я надеюсь, вы к некоторым моим советам все же прислушиваетесь. Ну, в общем, если у вас такая ситуация, что вам как-то друга попросили сфоткать на свой телефон, он сфоткал, вам эта картинка очень нужна для вашей статьи, то попросите друга отправить эту картинку как файл. Я просил даже по почте мне фотографии отправить, то есть мне человек присылает по WhatsApp вот эти фотографии, которые он мне сделал для статьи, ну, потому что самого себя неудобно фоткать, просишь там у кого-то, может быть, камера на телефоне лучше, чем у тебя. Ты просишь его сфотографировать, он тебя фотографирует, потом просишь присылать, а он тебе в WhatsApp присылает. Так вот, я не стеснялся и просил человека, говорю, пришли мне как файл. Многие там спрашивали, а почему как файл? Я говорил, ну, так и так, есть дополнительная информация у этого файла, и как бы лучше будет, если ты мне как файл эту картинку отправишь. Последняя статья вот как раз про подругу там была, я ее просил как файл отправить, она на почту прислала, на почту тоже пойдет. Ну, то есть, главное, чтобы информация вот эта дополнительная не терялась, потому что, на мой взгляд, Дзен очень любит такие вот ценные файлы, скажем так, ценные картинки, которые вы сделали сами, либо которые вот уникальные. Ну что ж, идем дальше. Второй момент, который не очень любит Яндекс.Дзен, тут даже дело не в алгоритме, просто это фотографии, которые нарушают правила. Их не стоит размещать. Наверное, тут все понятно. Ну, как все, все да не все, ну, то есть шок-контент, трагический контент, с этим, наверное, все понятно, то есть такие фотографии в любом случае как бы не стоит размещать. А есть еще такие неочевидные моменты, когда кто-то размещает каких-то насекомых, а потом удивляется, почему у него статью забанили. Так вот, сразу говорю, с насекомыми тоже лучше не рисковать, как бы, ну, насекомые, всякие ползучие гады, с ними лучше тоже, вот, не нужно их размещать. Яндекс.Дзен к ним не очень хорошо относится, считает, что вот они как-то вот не очень воспринимаются читателями, могут напугать читателей, поэтому статьи, я много раз мне писали, что вот статьи вот за них ограничили. Ну, наверное, с этим пунктом все понятно. Давайте дальше. Третий пункт — это у нас качество фотографий. То есть качество фотографий — это такой неоднозначный довольно пункт. Почему неоднозначный? Ну, вроде кажется, что фотографии должны быть прям качественные, идеальные, прям хорошие. Мы поговорим еще дальше о качестве вот в таком формате, прям об идеальных фотографиях. Сейчас скажу вот что. Яндекс.Дзен периодически отправляет фотографии, где бы они там не были, на сайте, там, может быть, на Яндекс.Дзене, металлокером, которые выставляют там, задания выполняют и выставляют фотографиям качество, то есть хорошее, отличное, плохое качество. И в зависимости от этих вот параметров она как-то может статья лучше аранжироваться, хуже сайт, то же самое. То есть это относится не только к Яндекс.Дзену, фотографии с фотографиями у нас вот такая вот беда. То есть если вашей фотографии поставили прям идеальное качество, отличное качество, это не значит, что ваша статья наберет большое количество дочитываний. Некоторые идеальные фотографии даже и отталкивают читателей. Они воспринимают их как вот что-то ненастоящее. Поэтому я считаю, что не стоит размещать фотографии, которые прям на кнопочный телефон сделаны. Но если вот некоторый формат статей это позволяет. Если у вас там статья какая-то в неожиданный момент, сфотографировал там что-то такое вот необычное, и там видно, что вы прям неожиданно что-то сфоткали, это вот не очень хорошо запечатлено. Но тем не менее формат статьи как бы это позволяет. А если у вас статья формата, где не было никакой спешки, где вы могли сделать хорошие фотографии, скажем там, не знаю, кулинарные рецепты, и вы делаете снимки отвратительного качества, то статья естественно хуже будет. Вернее показываться, что она будет так же, как и все остальные, просто проблема в том, что ее не будут кликать. Ну то есть надеюсь понятно, что я пытаюсь донести. То есть если у вас такая экстренная какая-то статья, где не было возможности нормально сфотографировать, и это понятно, то в принципе можно даже и плохое качество фотографии использовать, если лучше невозможно было сделать. Если статья такая в спокойном формате, размеренная статья, обычная статья, то лучше стараться делать снимки как можно качественнее. Но, как говорится, есть нюансы. Об идеальных фотографиях мы немножко поговорим вот сейчас. Вот это следующий пункт. Идеальные фотографии, что я имею в виду под идеальными фотографиями? Я имею в виду постановочные фотографии. То есть многие заходят на фотохостинги, какие-то сайты, фотобанки, где размещены бесплатные фотографии с лицензией Creative Commons Zero, то есть это отказ от прав, то есть вы можете использовать эти фотографии. И они скачивают вот эти постановочные фотографии чужие и размещают в своих статьях. Проблема в том, что сразу видно, что эта фотография постановочная. И это видно не только вам, но и людям, которые пытаются посмотреть, найти интересную информацию на Яндекс.Дзене. И они, по моему личному опыту, не очень хорошо кликают по таким статьям. Ну то есть вот какой пример вам привести? У меня, когда я первые статьи начинал писать, там про самооборону была статья, и там женщина такая в боксерских перчатках замахивается на мужчину, который защищается. И это видно прям, что постанова. Но в принципе можно брать фотографии, даже вот с фотохостингов находить. Как пример, какой-нибудь военный парад, где фотограф запечатлел настоящее какое-то событие. То есть он не выстраивал актеров, ничего, вот просто сфотографировал какое-то реальное событие. Такие фотографии вполне вот можно размещать. Ну то есть о чем это я? О том, что постановочные фотографии, которые вы скачиваете с чужих ресурсов, нужно использовать лишь в самом крайнем случае, когда вообще других вариантов нет. Другое дело, что вот у меня есть статьи, которые заходили, которые там неплохо набирали дочитываний, с постановочными фотографиями, которые я делал сам. Но тут, я думаю, сыграл такой момент, что мое лицо все-таки немного узнаваемое среди моих читателей, плюс как бы лицо человека, плюс заголовок там сыграл свою роль, и поэтому статья набрала. Так что делайте фотографии сами, зовите друзей, выдумывайте идею, просите как-то помочь вам. И это будет намного лучше, чем вы скачаете фотографию с какого-то вот фотобанка, тоже постановочную. И опять же, на мой субъективный взгляд, она у вас, скорее всего, плохо зайдет. Ну потому что вот эти вот глянцевые фотографии, по ним сразу видно, что вы там даже не особо старались, просто с интернета ее скачали, как бы и разместили. Тут сразу для многих оговорюсь, потому что в комментариях всегда пишут там, а вот я пишу там про Наполеона, где мне взять фотографию Наполеона, сфотографировать, что ли сходить к Наполеону, так все, его уже нету. Если у вас исторический канал, если у вас еще какой-то такой вот канал, там, не знаю, научный, то берите, конечно, фотографии, там, не знаю, с интернета, ставьте лицензию Creative Commons, там в поиске вариант выбрать Creative Commons, используйте эту фотографию. Я не говорю, что совсем нельзя ее использовать, вот такую вот фотографию. Но заранее предупреждаю, что уникальные фотографии намного лучше. Это по моему рейтингу вот так вот примерно выглядит, что на первом месте фотографии, которые вы сделали сами уникальные фотографии, на втором месте это фотографии, которые хоть и скачаны из интернета, но они не постановочные, то есть с каких-то там событий, с каких-то мероприятий, с реальных событий. И на самом последнем месте это фотографии, которые вот фотограф чужой взял, какой-то кадр выстроил, там, каких-то актеров позвал, они там в неестественных каких-то положениях застыли, там, и видно сразу, что это постановка. Если уж постановку используете, то старайтесь такую постановку, где непонятно, что это постановка, где похоже на реальную ситуацию. Поэтому вопрос, мне кажется, вообще нужно отдельное видео записать, потому что я тут как-то вот все скомкал, мне кажется, многим непонятно, что я пытаюсь донести. Ну ладно, давайте пока перейдем к следующей теме, какие еще не стоит фотографии использовать. Опять же, мое субъективное мнение, можете с ним не соглашаться, но это вот всякие инфографики, редактированные картинки. Что я имею в виду редактированные? Это когда берут, не знаю, ютубера часто так делают, берут какую-то фотографию, размещают на ней надпись и выкладывают ее там на Яндекс.Зен. Но проблема в том, что Яндекс.Зен сам уже накладывает надпись на эту картинку, и получается одна надпись, вторая надпись, иногда одна на другой лежит надписи, и это, во-первых, не очень хорошо смотрится, во-вторых, очень дешево смотрится, и в-третьих, ну, как бы, не помогает вам набрать там вот эти вот дочитывания и показы. С надписями на картинках, на фотографиях понятно, это все кошмала получается, а в инфографике может быть не очень понятно, или там с какими-то анимированными персонажами. Так вот, я не знаю почему, я не знаю, как так случилось, но по моему личному опыту Зен любит, когда на фотографии размещены либо реальные люди, либо реальные какие-то объекты, существующие. Вот Зен почему-то вот к этому вот так вот хорошо относится. Это мое наблюдение. Я не спорю, иногда с мультипликационными персонажами набирают нормальное дочитывание, но на мой взгляд они намного хуже набирают, чем настоящее что-то. Наверное, еще и поэтому каналы про мультфильмы не очень хорошо продвигаются. Но в этом видео я вам рассказал о картинках, о фотографиях, которые, по моему, субъективному мнению, как я уже сказал, лучше не размещать в своих статьях. У меня до этого уже было одно видео про фотографии, то есть оно, по-моему, называлось «Где брать картинки для Яндекс.Дзена?». В подсказках его прикреплю, но в нем я рассказывал просто где брать. В этом видео я так уже рассказал о том, какие не нужно размещать фотографии на Яндекс.Дзене, а в следующем видео, я думаю, в одном из следующих, не прям в следующем, расскажу о том, какие фотографии лучше подходят для того, чтобы их размещать на Яндекс.Дзен. Если вы с чем-то со мной не согласны, пишите в комментариях, в чем-то я, конечно, могу ошибаться, но я в своих видео делюсь своими наблюдениями, своим опытом, ну и думаю, мне тоже будет полезно узнать о вашем опыте. Ну а у меня на этом все. Подписывайтесь на мой канал, на Инстаграм тоже подписывайтесь. До новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok